Половина черная, половина белая, я желаю всем, чтоб ваша жизнь была целая. Всем привет, друзья! Не пугайтесь, я где-то здесь. Сегодня у нас с вами пустые баночки. Я очень давно не снимала этот формат. Сегодня пустые баночки, которые мне понравились. То есть сегодня в видео только те продукты, которые меня впечатлили. Я специально буду показывать их вам вот так, чтобы вы могли заскринить и потом это где-то использовать, не знаю, сориентироваться, заказать или купить. Но я думаю, вы меня понимаете. Сегодня у нас много ухода и первый уходовый продукт от бренда Аравия. Полирующий энзимный пилинг для лица, паста Эксфолиант с энзимами. Это очень был крутой продукт, его там не осталось, но даже если бы осталось, я бы не стала наносить. Он потемнел от соприкосновения с воздухом, так он был белого цвета. Вы знаете, вот эта штука, я не знаю, сколько она сейчас стоит на сайте, но она прям стоит того, чтобы ее использовать. Классно подходит для пористой кожи, вот такой неоднородной. Делает лицо идеальным, как будто отфотошопленным. Очень круто. Наносите, массируете и получаете красивую кожу. Очень крутое средство. Также, также из того, что закончилось недавно совсем, вот такой крем от бренда Эколофт. Они мне присылали на обзор несколько своих продуктов. И вот этот крем мне очень понравился, я его добила до конца. Единственное, что, ну посмотрите, упаковка вот эта, да, то есть это, знаете, как бумага какая-то. То есть вроде бы не облезла, но честно, ну так стало выглядеть как-то ужасно на туалетном столике. И, точнее, в ванной комнате, ну какая разница, некрасиво как-то. Но помпа классная, выдавала хорошее количество продукта. Крем подходил и для дня, и для вечера. Не имел супер какой-то яркой, интенсивной дужки. Хорошо увлажнял. То есть и как база под макияж отлично работал, и как ночной продукт, да, для ночного ухода. Тоже классно, классно работал. Смягчал, питал, с тоном кожи работал, с рельефом работал. Короче, отличный крем. Вот, кто бы мог подумать. Дальше, не знаю, показывала вам или нет. Это матирующий спрей от бренда Manly Pro. Я вообще с какого-то периода стала фанаткой спреев, фиксирующих для макияжа. У меня они были разные, с эффектами там и сияния, и увлажнения, и матирования. Вот этот был очень хороший, классный. Мне он понравился, но я думаю, с повышением цены он теперь, наверное, стоит очень дорого. Не знаю, не знаю, но он хороший. Он скрепляет между собой слои макияжа и делает, знаете, лицо, если вдруг... Ну, я всегда пудры добавляю на лицо много, фиксирую макияж. И вот такие продукты, как этот спрей, они делают макияж естественным. То есть как будто бы убирают эффект пыльного персика, и вообще это такой какой-то клёвый финальный штрих. Классно, хороший был очень. Дальше покажу вам сайхерба несколько продуктов. Ну, из песни слов не выкинешь. Меня смотрят не только из России, девчонки, может быть, для вас пригодится. Уже показывала. Вот такой палмер, такой стик с перечной мятой, с маслом какао. Вообще ощущение, что это просто масло какао с, ну, там, наверное, какими-то добавлениями. Но по сути это просто масло, которое таяло. То есть нужно было эту штуку открутить. Здесь вот так выдавливался этот стик. Вы его наносили на пяточки. Очень классно. Это продукт, который любые самые сухие пятки спасал. Очень хороший. Если у вас есть возможность его покупать, сейчас перед летом задумайтесь. Это просто невероятно. Коллаген. Я пила вот такой коллаген. Выпила до конца. И до сих пор чувствую на себе эффект. Он необходим и для суставов, и для кожи, и для волос, и для ногтей. И вообще это был очень хороший коллаген. Я на него хорошо реагировала. Нужно было принять две таблетки. Они были нормального размера. Их было легко пить. Ну, теперь без него. Еще один продукт от Palmers. Это масло кокосовое для тела. Смотрите, вообще кокосовое масло не дефицитная история. Его можно купить. И даже пищевое мазать на тело не возбраняется. Это масло классно впитывалось, увлажняло. Здесь написано, кстати, 24 часа увлажнения. Почему-то не обращала внимания на эту надпись. После ванны, после душа вы обтираетесь легонечко полотенцем. Не надо высушивать себя в ноль. И эту влагу как бы запечатываете вот этим средством. Очень классно влияет на кожу вообще. Но опять-таки, опять-таки, времена нынче такие, что... Ну, короче, кто может заказать, имейте в виду удобный дозатор. Очень вкусно пахнет кокосом. Впитывается хорошо. Да, 150 миллилитров. Кажется, что мало, но на самом деле вполне себе. Закончился вот такой крем от Клиник. Это гель без масел. То есть это база такая вот, желтенькая. И внутрь вы вставляете... То есть нужно ее обогатить каким-то дополнением. Вот у меня для пор, для работы с порами, по-моему, это синяя вот эта история. Там они разные, с антивозрастным эффектом и так далее. Какая классная вещь. Как мне нравится? Во-первых, мне нравится безумно объем. 115 миллилитров я покупала, по-моему, в золотом яблоке до повышения цен, разумеется. И я очень была довольна. Когда я не нуждаюсь в специфическом уходе, когда я просто хочу для кожи санаторий устроить. Вот я всегда покупаю Клиник. Покупала Клиник. И была им очень-очень довольна. Классное сочетание. Мне нравится. Можно трансформировать различные виды основ и потом вот этих вот дополнений. И здесь, ну, думаю, конечно, все уже пробовали, но вдруг кто не знает. Здесь две дырочки. Вы когда нажимаете, у вас и из вот этой основной баночки желтое, значит, вещество выдавливается. И из вот этой вот дополнительной штучки, которая обогащает, собственно, сам этот гель. Работает великолепно. Кожа говорит спасибо. Вот этот бренд Idealove. Это бренд iHerb. И здесь у меня были гидрогелевые патчи. Золотые. Мне они очень понравились. Единственное, что... Да, лопаточка. Ну, все, как всегда. Последние, наверное, патчи 4 у меня засохли. Я не знаю, что случилось. Изначально сыворотки было очень много. И потом она как-то то ли испарилась, то ли что. Но в целом патчи хорошо работали. Увлажняли кожу под глазами. Снимали отечность. Я их хранила в холодильнике. То есть это был и компрессионный такой эффект, и увлажняющий. Короче, я довольна. Хорошие были патчи. И они по демократичной цене относительно всяких корейских патчей были такие прям приятненькие. Два тонера с Айхерба. Покажу их в параллели. Тонер это вообще мои любимые продукты по уходу за лицом. Честно вам скажу. Я знаю, что многие из вас считают, что это бесполезный, ненужный продукт. Но я вижу разницу. И я меняю тонер. При этом уход остается прежним. И я замечаю, как меняется кожа. Итак, Фрудия увлажняющий тонер. Вы знаете, он по воздействию, по эффекту был похож на очень жидкую сыворотку или эссенцию. Увлажнял кожу. Я его наносила не на ватный диск. Я выливала несколько капель на руку. И прихлопывающими движениями наносила на лицо. Вот так. Очень хороший. По-моему, Фрудия продается опять-таки в золотом яблоке. Могу ошибаться, потому что я сейчас уже забыла, где какие бренды. Как-то бьюти тематика сейчас дается мне, если честно, тяжело. И вот такой тонер очищающий с эффектом сияния. Он полирует кожу. Здесь есть витамин С, ягоды асаии. И он такой как бы отшелушивающий, что ли. И он работает с цветовой проблемой кожи. То есть он выравнивает тон. Серые такие участки делает более какими-то приятными по цвету. Красные делает менее красные. Короче, он прям хорошо работает с тоном кожи. И кожа действительно сияет. То есть он полирует лицо за счет этого преломления света. И лицо выглядит классно. Но у него мерзотный запах. Вот это, наверное, такой основной минус. И видите, он такой коричневый стал. Ну вот как все продукты с витамином С. Он, видимо, при соприкосновении с кислородом окислился. Вот так. Но сам тонер был классный. И он по цене вообще прям адекватный. И делюсь с вами, показываю мою лапочку. Я уверена, что это недорогое средство. Я не знаю, где его брать. Кто знает, напишите. Мне подарили. Молекулярное масло для лица и тела. И у меня это с ароматом манго, по-моему, было. Или тропических фруктов. Это такая масляная сыворотка была. Мне ее подарила подружка. И говорит, будешь делать педикюр. После педикюра нанесешь на пяточки. Пяточки будут тебе благодарны. Вы знаете, я нанесла на руки. Потом мне понравилось. Я нанесла на зону декольте. Потом я стала наносить на лицо. Это не совсем масло. Прям масло, да, жирное. Оно и увлажнение дает, и питание. При этом это суперкомфортный продукт для обезвоженной кожи. Потому что на просто обезвоженное лицо наносить масло бесполезно. И просто там какие-то увлажняющие средства носить бесполезно. А это такой универсальный продукт. И его можно добавлять в кремы, обогащать им кремы. Буквально там пару капель. Ребята, я не знаю, где это продается, но это офигительно. Предполагаю, что в каких-то ногтевых магазинах, профессиональных, педикюрных, наверное, как-то так. Smart Oil Treatment состав великолепный. Очень советую. Хочу попробовать другие. Они есть с разными добавками, с разными ароматами. Хочу попробовать. Кожа просто пищит от восторга. Покажу вам аромат, но я его не выкину. Ну, то есть я его прям сохраню. Ну, Banana Republic мне этот пробник дали, да, по-моему, тоже в золотом яблоке. Аромат называется табак и бобы тонко. И это что-то сказочно невероятное. Вообще табачные ароматы меня пугают. Они мне кажутся взрослыми, они мне кажутся тяжелыми. Но это просто восторг. Он такой пьянящий, такой чарующий. Кто не тестировал, пойдите, понюхайте. Я думаю, вам понравится. Очень крутой, и я его сохраню, потому что, вероятно, когда у меня закончится весь мой парфюм через 10 тысяч лет, я приобрету себе его. Вообще, Banana Republic для меня открытие. Там очень много интересных ароматов. И вот такая штучка от Аравия. Это Grow Active Booster. Спрей-активатор роста волос. Как везде, как всегда, с кофеином, тут неоцинамид еще есть, экстракт шалфей, зеленый кофе, депантенол. Это спрей, который нужно наносить на корни волос после мытья головы. Он не жирнит волосы. То есть, вы его вообще никак не замечаете. Вы его наносите с помощью вот этого носика, разбрызгиваете на корни, и затем... Я забыла слово. Наносите на корни, а затем массируете. Массируете, распределяете, и все. С ним невозможно переворщить. Он работал. Он работал. Правда, я под конец использования вот этого флакона, когда уже вот так оставалось, я поняла, что он работает по моим височным частям головы, где я наблюдала наибольшее выпадение. Сейчас у меня другой спрей-активатор. Но, опять-таки, после того, как он закончится, я бы приобрела вот этот. Потому что у него адекватная цена относительно таких продуктов, и от него реально есть эффект очень хороший. И пахнет приятно, ненапряжно совершенно. Вот так. Вот эти продукты я использовала. Ждите, скоро появится видео с теми продуктами, которые мне не понравились. Которые вообще заслуживают от меня двойку. И, не знаю, отчисления, наверное, так. Спасибо большое, что посмотрели. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Ссылки, на что найду, оставлю внизу. Ставьте лайки, подписывайтесь. И пока!